Впервые социально-спортивный баскетбольный проект для городов-спутников атомных электростанций стартовал пять лет назад в Десногорске. Через три года планета баскетбола «Оранжевый атом» стала перспективным и по-настоящему массовым мероприятием. За всё время в нём приняли участие более 34 тысяч человек. А география проекта охватила многие города России и даже вышла за пределы страны. Родинская область, город Островец, в котором мы в последнее время также планету баскетбола начинаем реализовывать, там проект уже также построен стадион, и также с этого года они уже вошли целиком и полностью в наш здоровый образ жизни. Ну, как минимум, Абхазия и Белоруссия уже давно есть, а теперь не будем раскрывать все тайны, но я думаю, шагнёт ещё дальше. Успехи, перспективы и планы проекта «Оранжевый атом» обсудили на конференции 11 ноября в досуговом центре нейтрино. Для делегаций из Белоруссии, Курчатова и Заречного это не только дружеский визит, но и обмен опытом. В своих докладах и презентациях выступающие педагоги наглядно показали коллегам и организаторам, как проект «Оранжевый атом» проходит в их городах-участниках. Очень интересно было посмотреть занятия именно дошкольников, детей детских садов. В прошлом году в проект у нас вступило шесть учреждений образования, в этом году ещё добавилось три школы и четыре детских сада. Развитие баскетбола, воспитание здоровой нации и формирование правильных привычек – такие цели ставят перед собой педагоги и организаторы этого амбициозного проекта. У нас проект развивается отлично, динамично. Я в этом проекте уже год задействована. За этот год могу вам привести конкретный пример. То есть, если когда я только пришла, у нас, например, в турнирах наших, которые мы организовали, участвовало по десять команд, то сейчас их уже около пятидесяти. Планета баскетбола «Оранжевый атом» – результат сотрудничества концерта «Росэнергоатом» с городскими администрациями. Благодаря этому в муниципалитетах появляются новые спортивные залы, стадионы, парки с тренажёрами и современные игровые площадки. А самый главный результат – увлечённая и активная молодёжь, которая всё чаще выбирает досуг на спортивной площадке, а не у экрана телевизора или компьютера.